Приветствую вас, Александр. Вы знаете, есть такое ощущение, что уже подобный вопрос вы задавали. Есть такое подобное ощущение, что я точно отвечал на такой вопрос уже. Вот. И, по-моему, вы даже мне писали, по-моему, мы с вами даже общались на эту тему, хотя я точно и не помню, не буду утверждать наверняка этого. Значит, смотрите, вызывает вопрос, вот, в первую очередь, вызывает вопрос, что вам нравится? Что вам нужно? Потому что тот факт, что вы после окончания университета полгода не могли найти работу, говорить о том, что вам не интересно, возможно, было ничего. И целей своих у вас изначально не было, как мне кажется. Вот. Хотя, конечно, я могу ошибаться здесь. То есть, первое, почему после окончания института вы не могли полгода найти работу? Второе, почему позволили родителям устроить вас к себе? Третье, почему до сих пор вы не живете с родителями вместе? Совершенно очевидно, что вам от родителей нужно эмансипироваться. Ну, отдалиться. Старироваться. Вы пишите, вроде бы здорово. Чем? Работаю у папы. Сейчас работаю на госслужбе специалистом по закупкам. Обучался две недели, у предыдущего специалиста объясняли больше теории. Работаю уже два месяца. Работаю совсем не радует, хотя, по сути, работаю недавно радует. С чего вы это взяли? Что работа недавно радует. Эм... Ну, на чем вы основываетесь? Говоря о том, что работа не должна радовать. Дальше. Приходи до мной с головными болями и повышенным давлением. Ну, это психосоматика. Я бы... Я бы вам... Рекомендовал бы настоятельно поисследовать... Ммм... Причину этого. То есть, прикину в этой психосоматике, психосоматические реакции. Вот. Эм... Хотелось бы найти другую работу, но пока нет вариантов. А может, это просто оправдание по тому, как еще не искал. А хотелось бы найти работу другую, чтобы что? Для чего? Родители у меня спланировали, что будет дальше и где буду работать в последующем, чем буду заниматься всю оставшуюся жизнь. То есть, как они могут спланировать, если они не вечные и вы их переживете? Вопрос. А дальше. Какое отношение вы к этому имеете? То есть, складывается... Такое впечатление, что вы не можете говорить родителям «нет». То есть, просто вот, вы не можете сказать своему папе, например, «нет, нет, я не хочу что-то делать, я не буду чего-то делать». А мы просто послушно, молча выполняете то, что, значит, хотят ваши родители. Ну, то, что вы... То, что им... То, что им... Ну... Нужно. Вот. Понимаете? Какая история. Вот. Дальше. След... След... Следующий... Момент. Ммм... Так, значит, хотелось бы найти другую работу, пока нет вариантов, а будет просто обрадание, пока ничего не искал. Так, сейчас у меня будет вечный недоступ, плохое настроение. А недоступы почему? Ну, из-за чего у вас недоступы? Возникают. Мне говорят, думай позитивно, сильно не переживай. Кто говорит? Кто говорит вам об этом? Так, я пытаюсь думать позитивно. Как? Ну, как конкретно вы пытаетесь думать позитивно? У меня это не получается. Хочет кто-то поменяет в своей жизни, чтобы что? Перестать жить от работы до дома, чтобы что? Нужна цель, мотивация, смысл этого. Приходить домой и ложиться... Так, перестать жить от работы до дома, чтобы что? Приходить домой и ложиться спать. А делать действительно что-то полезное для себя. А что для вас пользует? Давайте вот с этим разберёмся, что для вас пользует, что вы считаете пользой для себя. Но не могу, так как устаю, а можете просто отговорки. У меня может просто нет желания, не могу не о чем думать. Задумываются, что будет дальше. Как все изменится, начать действовать в своей жизни, той, которой я хочу. Но для начала нужно очевидно понять, что вообще для вас является пользой. вот, что вообще для вас является важным, что вообще для вас является ценным. Это первое. Второе. Нужно... Эээ... Ну... Что нужно... Соответств... Эээ... Второй момент, это то, что вам... Необходимо ставить перед собой... Эээ... Соответствующие задачи. Вот. То есть, ну, соответствующие цели. Вот. Достижимые. Я бы сказал... Эээ... Ну, достижимые цели... Нужны. Вот. А не такие цели, которые вы говорите вот, например, как... Эээ... изменить свою жизнь. Да? Вот. Как изменить свою жизнь? Сразу вы свою жизнь вы не измените. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. Вот это нужно исследовать. Тоже, чтобы вы ставили себе соответствующие цели. Ну и отдалиться от родителей. То есть, отдалиться я имею ввиду от страниц, то есть. Рассмотреть все возможные возможности жить отдельно. Это то, что вам необходимо. Вот такие будут вам рекомендации на данный момент. Я надеюсь, что вам это будет полезно. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. Поехали. Поехали.